Guten Tag, liebe Deutsch-Freunde! Heute haben wir eine Test-Übung. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мила Брандт, вы на канале Brandschule, который посвящен изучению немецкого языка. И сегодня у нас с вами упражнение Test для студентов уровня А2, А2. Это упражнение поможет вам закрепить ваши знания и обратить внимание на распространенные ошибки. Итак, я буду читать одно предложение и давать три варианта ответов. Выберите правильный вариант ответа на ваш взгляд и запишите его на лист бумаги. В конце урока я прочитаю правильные ответы и даю вам перевод. Abgemacht? Sind Sie bereit? Готовы? Ich gehe jeden Morgen в парк. In дэм парк. In дэн парк. In дэр парк. Er пишет schnell zur Schule. Er läuft, laуфет, lauft. Wir fahren на автобусе ins Стадтцентру. Mit дэмбус, auf дэмбус, in дэмбус. Sie haben gestern ein Buch Прочитали. Lesен, gelesen, gelест. Meine Schwester mag Spinat und Eier на сафтрак. Auf дэмфрюстік, zu дэмфрюстік, zu дэмфрюстік, zu дэрфрюстік. Ich möchte чашку куфе, bitte. Eine Tasse Kaffе. Eine Tasse Kaffе. Eine Tasse mit Kaffе. Der Hund spielt с мячом. Мит дэмбал, мит дэрбал, бай дэмбал. Hast du Film gestern gesehen? Дэмфрюстік, дэрфюстік, дэнфрюстік. Ich gehe heute Abend Kino. In das Kino. In den Kino. Auf das Kino. Mein Vater arbeitet учителем. Als Lehrer. Wie ein Lehrer. Als einen Lehrer. Die Kinder играют im Garten. Spiele, spielen, spielt. Wir haben новую машину gekauft. Ein neues Auto. Einen neuen Auto. Ein neuer Auto. Ты можешь mir das Buch geben? Du kannst, kannst, kannst du, können du. Er liest ein Buch. За столом. Auf dem Tisch. An dem Tisch. An den Tisch. У неё нет денег für das Ticket. Sie hat kein Geld. Друзья, не подсматривая никуда, отвечайте вот так, как вы знаете или как вы помните. Это очень важный момент. Не обманывайте себя. Wir gehen am Wochenende в гости. Das ist die Frau, которую ich gestern gesehen habe. Die, die ich gestern gesehen habe, der oder den. Die Katze sitzt na диване. Auf dem Sofa. Auf den Sofa. An dem Sofa. Ich. Ich. Nie lublu. Mnie nie nreavica. Wenn jemand mich stört. Liebe nicht. Mag nicht. Hab das nicht. Sie sind sehr müde после длительного путешествия. Nach der langen Reise nach dem langen Wochenende А теперь проверьте себя. Ich gehe jeden Morgen in den Park. Я иду или хожу каждое утро в парк. Er läuft schnell zur Schule. Он бежит быстро в школу. Wir fahren mit dem Bus ins Stadtzentrum. Wir fahren mit dem Bus. Мы едем на автобусе в центр города. Sie haben gestern ein Buch gelesen. Они вчера прочитали книгу. Meine Schwester mag Spinat und Eier zum Frühstück. Моя сестра любит, ей нравится шпинат и яйца на завтрак. Ich möchte eine Tasse Kaffee, bitte. Ich möchte eine Tasse Kaffee, bitte. Я хотел, хотела бы, чашку кофе, пожалуйста. Der Hund spielt mit dem Ball. Собака играет с мячом. Hast du den Film gestern gesehen? Hast du den Film gestern gesehen? Ты видел, смотрел вчера фильм? Ich gehe heute Abend in das Kino. В разговоре часто вы услышите «ins Kino» соединяется, слияние происходит, артикль и предлога. Я иду сегодня вечером в кино. Мой папа работает учителем. Дети играют в саду. Дорогие студенты, предлагаю вам проговаривать также каждое предложение вслух. Мы купили новую машину. Kannst du mir das Buch geben? Ты можешь дать мне книгу? Er liest ein Buch an dem Tisch. Также возможно услышать «am Tisch». В разговоре происходит слияние артикля и предлога. Он читает книгу за столом. Sie hat kein Geld für das Ticket. У нее нет денег на билет. Мы идем на выходных в гости. Это женщина, которую я видел или видела вчера. Die Katze sitzt auf dem Soфа. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Гошка сидит на диване. Ich mag nicht, wenn jemand mich stört. Мне не нравится, когда кто-то мне мешает. Они очень уставшие после долгого или длительного путешествия. Ну что же, поздравляю вас, дорогие студенты, наши подписчики, друзья. Пишите, как у вас получилось. Я надеюсь, что многие ответы совпали с вашими, которые вы выбрали как правильные. Если у вас есть сложности с артиклями, предлогами и другими темами, не волнуйтесь, это можно выучить, с этим можно разобраться. Кстати, мы готовим для вас интереснейшие уроки, обучающую платформу, языковой клуб, который скоро откроется в сентябре и много нового и интересного. Добавляйтесь на наш Телеграм-канал, чтобы узнавать первыми все анонсы, что будет в школе Brandschule. Ссылка под этим видео на канал Телеграм. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Deutsch lernen. Auf Wiederhören!